Всем привет! Сегодня пятница, и с вами я, Ксюша, и наша рубрика в диване, в которой мы разговариваем, обсуждаем какие-то проблемы, вернее, это все в режиме монолога. Итак, сегодня я порассуждаю на тему технического дизайна. Тема такая больная и берущая прямо вот за душу многих дизайнеров и многих заказчиков тоже, потому что очень часто нас просят такой услуги. Ну, то есть, подразумевая, слушайте, мне не нужно вот этот вот ваш подбор мебели, материалов, я сам все выберу, вы мне сделаете планировку и сделаете технический дизайн, расположите розетки, выключатели и светильники, то есть, остальное мне не надо. Со стороны заказчиков это часто как бы экономия на проекте, что типа, слушайте, зачем мне переплачивать, да, считается, что дизайнер, зачем вы берете деньги, ну, по сути дела, ни за что, за то, что вы приходите в магазин и решаете, что вам красиво, гармонично, опять же, красота, дело субъективное, красиво, некрасиво, дело субъективное, и зачем за это платить, дайте мне в чистом выхлопе технические чертижи в ровном остатке, да, вот, для, давайте расскажу сейчас вам, что технический дизайн для дизайнеров. Смотрите, для дизайнеров это не как бы способ заработать, да, что типа мы вам впарим побольше, побольше всяких услуг, да, вот лично мы делаем либо планировочное решение, либо берем уже проект целиком и полностью, и более того, склоняемся в последнее время, чтобы брать проекты только с авторским надзором, то есть, не делать вот эти вот недоварианты, полуварианты, если есть какие-то сомнения, вопросы, да, мы можем проконсультировать, но выдавать именно в качестве альбома вот такой полуфабрикат, реально недоделанный, ну, честно, мы не хотим, потому что полуфабрикат есть полуфабрикат, совпадет он с истиной или не совпадет, это, по сути дела, лотерея, ну, как бы, знаете, портить свою репутацию участием в лотерее, да, и серии, мы расположим здесь розетку, вот тут интересно, в конечном итоге она получится идеально или получится как попало, да, при том, что риски того, что она получится как попало, очень велики, ну, как бы, оно нам не надо, почему она может получиться как попало? Окей, в каком-то из видео я даже рассказывала о том, что, когда рассказывал о планировочных решениях, что там пресловутые даже спальни, да, там, кровать, две тумбы, ну, банальное решение, казалось бы, вот предусмотрели вот эта комната спальни, там ничего особо больше не расположить, вот будет кровать и две тумбочки, Все. Ну, что там думать, как располагать розетки? Но даже выбирая кровать, даже прекрасно понимая, какой размер вы матраса хотите, допустим, там, 160 на 2, кровати могут быть разные, они могут быть с разной обноской, они будут разные по габаритам, да, и расположив розетки определенным образом, да, в результате они могут оказаться за изголовьем. И это не такая редкая ситуация, как кажется на первый взгляд. Окей, вы предусмотрели, вы их сделали чуть подальше. Никаких там эксклюзивных там супертумб, сложных там каких-то там штук, которые как-то там, не знаю, там светятся особо, подключаются и прочее. Вы не хотите, вы говорите, что, слушайте, я мебель куплю просто в Икее. В Икее же все одинаковое, все типичное, все стандартное. Вот это вот сделайте мне под икеевский стандарт, тоже очень частый запрос. Ну, там же все одинаковое, сделайте, вот как там, я все равно что-то из Икее куплю. Прекрасно. Окей, я взяла специально на сайте Икее и посмотрела, ну, различные тумбы. Даже не уходя в другие производители, фабрики и прочее, просто Икее. Две тумбы, похожие, даже стилистически похожие, в общем-то, по образу. Но высота одной из них 41 сантиметр, а высота другой 71 сантиметр. Между 41 и 71 целых 30 сантиметров. Имея в виду первую тумбу и сделав розетки над ней, а купив в результате вторую, розетки, что логично, окажутся за ней. Более того, эта вторая тумба, она имеет такой фигуристый верх. И даже имея в виду ее, то есть заранее ее и купив, нужно представлять четко, где вы хотите расположить розетки. То ли в этих промежутках, то ли над ней, ну, то есть четкое понимание, где и что. Опять же, расположив их под эту тумбу, купив другую, с первой они будут смотреться странно. Будет непонятно, почему они так высоко и почему они как-то по краям либо скучены. И опять же, хорошо, если вы сделали вариант под 41 и купили 71, и оно там целиком и полностью спряталось. Бывают варианты, так называемые, знаете, такие недоспрятанные розетки. Когда она спряталась, ее нет, ну, по сути дела, считайте, вы ее похоронили. Ну, нет у вас розетки. Но получается история такой недоспрятанной розетки, когда она торчит чуть-чуть. Либо она как бы есть, и такие варианты тоже часто встречаются. Вот придумали там розетку, выключатель, там какой-нибудь стол, столешница и прочее-прочее. И там не рассчитали чуть-чуть, и в результате чуть-чуть какой-нибудь там предмет мебели врезается в рамку этой пресловутой розетки. Да, это, да, можно подрезать эту пластиковую рамку. Но вот это фигурное вырезание в пластиковых рамах розеток-выключателей, слушайте, ну да, оно функционирует. Да, до этого можно дотянуться, спокойно воткнуть. Это не спрятано, это не похоронено, это даже не удлинитель. Но все равно это странно. Это как бы не очень. Дальше. Когда мы писали такой... А, ну да, это понятно, я сейчас рассказала о тумбочках, о кроватях, да, но в принципе можно сейчас вот, я не знаю, просто там на час, на два, на три снять просто целый сериал и рассмотреть отдельно там, как бы, не знаю, очень много предметов мебели. Столы, там... Это все на свете. Столы, кухни, диваны. Диваны могут быть там с подлокотниками, без подлокотников, могут быть выше, ниже. Столы тоже могут быть разными. Часто в столах розетки располагаются над столешницей, окей, столешница, она нормирована, да. Бывает, что розетку нужно расположить под столешницей, и оттуда идет какой-нибудь там, ну, в общем, ты подключаешь пилот, да, есть специальный лоток, куда располагается, в общем, пилот, и там уже запитываются все там компьютеры, принтеры, что-то еще. Вот, есть огромное количество предметов мебели сейчас современной, да, у которых уже там на столешнице какие-нибудь там беспроводные зарядки, какие-нибудь уже сразу встроенные USB-розетки, что-нибудь одно, второе, третье, да. Это уже не какой-то суперлит, это, в общем-то, плотно пришло в нашу жизнь. Ну, понятно, что если у вас есть стол, на нем есть беспроводная зарядка или какая-то встраиваемая USB-розетка, это не значит, что электричество вы получаете по воздуху, это значит, что где-то это все тоже подключено. Где? Скорее всего, где-то в незаметном месте, либо за какой-нибудь ножкой, либо за какой-нибудь тумбочкой, либо за какой-нибудь там очень толстой столешницей, но, тем не менее, есть конкретное место. И вам, соответственно, нужно вывести электрику именно в это конкретное место, а не куда попало. Говорю, повторюсь еще раз, таких примеров массы, и, наверное, можно там очень много таких вариантов перечислить. Когда я такой пост написала в Инстаграме, там пришло огромное количество откликов, да, можно зайти на наш Инстаграм, его почитать, тоже поучаствовать в дискуссии, но основной контраргумент был в том, что, а я не знаю, какая мебель, да, это что, я должен сейчас мебель выбрать? Да, должен. Как бы, если вы хотите, чтобы у вас потом все идеально совпало, идеально встало, да, лучше нужно, как бы, нужно выбирать мебель заранее, да, это сложно, у вас и так в голове куча всего, там, планировка, розетки, строители, там, не знаю, одно, второе, третье, постоянно вам задают какие-то вопросы, я не знаю, там, просят что-нибудь заказать, какие-нибудь, не знаю, там, строительные смеси, задают вопросы по толщине напольного покрытия, где будет плитка, где ламинат, вот так голова болит, да, а тут вас еще мебель просят выбрать. Ну да, такова жизнь, лучше больше потратить времени на продумывание всего, чем потом это все исправлять, потому что все-таки черновые работы, это одни из самых дорогих. Вот, второе, что часто говорят, что, окей, я сейчас выберу кровать или что-то там еще, а потом это снимут с производства. Такое может быть, более того, дизайнеры, мы дизайнеры тоже с этим сталкиваемся. Какой вариант? Если вы что-то выбираете, вы это мониторите, примерно смотрите, то есть не бывает такое, что что-то выводит из ассортимента, снимает с производства, и оно моментально исчезает. Более того, если что-то снимается, выводится из ассортимента, как правило, это что-то, прежде чем вывести, распродают. То есть это еще как бы минус, который превратится в плюс, если за этим следить. То есть да, если вы что-то вставляете в проект, ну, в вашем случае это сам себе проект, то нужно мониторить вообще, что происходит с рынком. Мы стараемся это делать. Да, бывают какие-то фейлы, тоже бывает, мы что-то не отслеживаем, мы люди живые, настоящие. Одно дело, когда ты там что-то не отследил, ошибся, да, бывает, да, ты ищешь, как исправить эту ошибку, да, а другое дело, когда ты по умолчанию считаешь, а я буду фигачить, мне вообще пофиг. Тогда, конечно, не подумав, процент фейлов будет намного больше, чем если ты подумал, вдруг допустил ошибку, и, соответственно, у тебя шансов исправить, вариантов исправить, как правило, намного больше. То есть главное вовремя испугаться и главное вовремя заметить ошибку. А если я люблю переставлять мебель? Причем тут количество, вот, как бы, люди делятся на так называемых, те, кто любят переставлять мебель, так сказать, запланированно, ну, просто понятно, что если у вас сейчас ребенок, которому год, то через 4 года ему будет 5. Ребенку, которому год через 15 лет, будет 16. Ну, это просто математика, и, понятно, дети растут, и если вы делаете ремонт не на, там, мало кто делает такой глобальный ремонт на день, 2, 3, год и прочее, вот, то вы же понимаете, что где ребенок у вас уже есть, у вас есть какие-то планы на будущее. Понятно, что просчитать точно, вдруг у вас завтра, завтра родится, завтра вы забеременеете тройней, да, ну, всякое в жизни бывает, но в целом, по крайней мере, с учетом той семейной ситуации, которая у вас уже есть, да, можно просчитать примерную расстановку мебели. Вы знаете, что если у вас ребенку год, то через 6 лет он пойдет в школу, значит, у него появится рабочее место, нужно будет розетка, возможно, ему нужно будет интернет-кабель, интернет-вывод, потому что сейчас очень много онлайн-обучения вот этой серии. У меня же моему малышу год, я ему не даю смотреть планшет, планшет это зло, телефон это зло, компьютер это зло. В год это зло, когда ребенок идет учиться, чем старше он становится, тем это становится уже не злом, а, в общем-то, рабочим процессом. У меня есть телефон, у меня есть компьютер, да, но я не сижу там, не режусь в игрушки, это там работа, да, и также много сейчас онлайн-обучения, в том числе для школьников, то есть это нормально, это все просто заранее предусматривается. Да, опять же, можно сказать, да все не предусмотреть, слушайте, ну, все не предусмотреть, окей, согласны, но если не предусмотреть ничего, то этого точно не будет. Есть история непредсказуемая, то есть, а вот что если вдруг? Либо вот такой тип людей, который называется спонтанный, то есть мне просто надоедает вот это постоянное одно и то же, я хочу перемен в жизни. Смотрите, ну, во-первых, если интерьер заранее грамотно сделан, спроектирован, он гармоничен, пространство гармоничен, то, поверьте, желание попереставлять все, оно как бы снижается достаточно сильно. Очень часто это желание к переменам, оно от того, что не устраивает ситуация исходная, да, то есть если у вас есть желание поменять мужа, то, скорее всего, ваш муж нынешний вас не устраивает. Если ваш муж устраивает ваш нынешний, то вряд ли у вас возникнет желание его менять. Логично же? Логично. Соответственно, это максимально продуманный интерьер минимизирует вот это вот желание спонтанности что-то попереставлять. Окей, если все равно вот вы действительно такой спонтанный человек, вариантов перестановки на самом деле не так глобально много. Да, нам когда-то в комментариях писал человек, у которого было, как вот мы там в процессе переписки выяснили, было достаточно большое пространство и там какой-то отдельно стоящий шкаф, который он чуть ли не каждый день по 10 сантиметров передвигал. Ну, это, конечно, утрирует, но очень часто его переставлял, то есть там было огромное количество вариантов, куда этот шкаф поставить левее, правее там на 10 сантиметров, на 20, туда-сюда, на эту стенку, на ту, не знаю, там под потолок подвесить. Но в обычной жизни, в среднестатистическом проекте, да, вариантов расстановки крупногабарита не так много. То есть возьмите свою спальню, да, возьмите среднестатистическую спальню там и попробуйте, каких у вас вариантов расстановки, как бы, постановки кровати и шкафа. Скорее всего, шкаф у вас будет встроенный уже в ниш раз и навсегда, ну, хорошо, есть полтора варианта, я его поставлю к этой стене или к той, и, соответственно, кровать либо у этой стены, либо у той. Если вы понимаете, что вы такой спонтанный человек, ну, предусмотрите вы пресловутые эти розетки под два варианта расстановки мебели. Но их 10, и серии розетки через каждые 10 сантиметров их все равно не будет. Мы слышали еще такой вариант, сделайте вот эти розетки у плинтуса, да, и пусть они вот все будут, если что, переставляться. Или вот эти кабель-каналы, как в офисе, их тогда можно будет переставлять. Ну, понимаете, в кабель-каналах их можно переставлять в одной плоскости. Если вы, вы же спонтанный человек, выбрали тумбу повыше, то все, это нужно тогда еще делать несколько уровней кабель-каналов, чтобы их тоже еще вот по высоте. Или какую-то, не знаю, только проводящую стену, на которой можно было розетки переставлять как магниты. Это, наверное, хорошая бизнес-идея. Ну, короче, продумать заранее, это вообще тема хорошая, реально. И даже если вы действительно любите что-то переставлять, а тем более, если вы предвосхищаете перестановку, связанную с естественным взрослением и изменением семьи, то это тем более можно предусмотреть достаточно, ну, несложно. Вернемся к техническому дизайну, да, то есть получается, этот проект, который подразумевает некую одну условную расстановку тех же розеток. Каких-то абстрактных, сделанную под какую-то абстрактную типичную тумбу, да. И если габариты той же кухни, они как-то еще нормированы, то, ну, то есть понятно, что посудомойки у нас бывает либо 45, либо 60, там посудомоек 48 нет. То, когда речь идет о тумбах, о кроватях, там, ну, там нету как такого, есть стандарт матраса, но стандарта кровати и изголовья его не существует. То есть под какой стандарт? Под какой стандарт это делается? Под какие высоты? Совершенно непонятно. То есть того, что именно вот этот стандарт попадет в то, что вы в результате выберете, шансов, ну, как бы не очень много. То есть по факту это практически пальцем в небо. Сделать условную расстановку и подписать над каждой розеткой, что, не знаю, там, высоту, там, привязки уточняйте после выбора конкретной мебели. Ну, слушайте, это можно просто написать в список. Предусмотрите розетку над тумбочкой для посудомойки, там, там, 7, 5, 10. То есть это будет все, в общем-то, то же самое. Такие списки можно абсолютно бесплатно найти на просторах интернета. К чему, там, в среднестатистическом требуется розетка, там, или еще что-то. Это будет список, прекрасно. Все, что в этом списке, ко всему этому нужно предусмотреть выводы электрики. То есть платить за это деньги абсолютно необязательно. Да, если вы понимаете, что вот это все, вот у вас есть список, что вы должны предусмотреть, и вы должны это все перенести на проект, либо на стену, и вы понимаете, что вам это заниматься не хочется, не можете, ну, тогда уже заказывайте проект целиком и полностью. То есть, чтобы вам выбрали тумбочку и над ней расположили розетку. Они просто откнули ее, тумбочка, ай, фиг с ним, попадет, не попадет. Ну, в общем-то, это да, наше отношение к так называемому техническому дизайну. Это то, почему мы никогда не будем предоставлять такую услугу, потому что предоставлять услугу, ткнем пальцем в небо, ну, это странно, мы не хотим брать за это деньги. Нет, если вы хотите заплатить нам деньги за то, что мы потыкаем пальцем в небо, мы, конечно, можем их взять, наверное, но это не будет иметь никакого смысла. Вы можете в принципе их просто подарить, если вам очень хочется. Так что, какая-то такая история с техническим дизайном, пишите в комментариях, согласны вы или нет. Я подозреваю, будет сейчас много, как бы, контраргументов, да, возможно, я даже вижу какой-нибудь спор, но не обязательно, вот, потому что, в общем-то, свое мнение высказала. Ну и увидимся совсем скоро. Пока-пока.